Осип Мандельштам. «Морской волны, тяжелый, изумруд» Пристрастия читательской аудитории к деяниям тиранов, биографиям злодеев, мемуарам предателей, объясним они одним только общественно-политическим заказом адептов в потомстве, но также стремлением разобраться и осмыслить, как такое было возможно, возникающим со стороны тех, кто никогда не был приверженцем подобной апологетики. Стремление это оборачивается потребностью определить содержание понятий о тяжелом и безобразном и уводит собеседников обманным путем мышления о том, чего нет. В самом деле, что такое подлость, как не отсутствие благородства, а трусость – недостаток мужественности. Ведь поступки властолюбивых и охочих до всемирного признания нелюдей – это всегда гримасы, ужинки, манипуляции, имитации, а в событиях, в которые они вовлечены и вовлекают других, недостает самого бытия. «Все они – груз леты, серая рябь» – Надежда Мандельштан. Сделанное ими разумно определять апофатическим образом, через то, что не сделано, не совершено, не достигнуто. В логике такие определения принято считать негативными. Предметы, к которым они относятся, не содержат признаков, используемых для своего определения. Тяжелые и безобразные, как с этической, так и с логической точек зрения, персоналии, предметы и их определения были бы ничем, если бы не восполнялись поступками настоящих действующих лиц, подлинных личностей, героев, поэтов. Петрополь «Мне холодно, прозрачная весна в зеленый дух Петрополь одевает, но, как медуза невская, волна мне отвращенье лёгкое внушает. По набережной северной реки автомобили нчатся светляки, ведь от стрекозы и жуки стальные мерцают звёзд, булавки золотые, но никакие звёзды не убьют морской волны тяжёлый изумруд». В Петрополе прозрачном мы умрём, где властвует над нами Прозерпина, мы в каждом вздохе смертный воздух пьём, и каждый час нам смертная година. Богиня моря, грозная Афина, сними могучий каменный шелом, в Петрополе прозрачном мы умрём, здесь царствуешь не ты, а Прозерпина» Май 1916-го. «Я не отрекаюсь ни от живых, ни от мёртвых», — сказал Осип Эмильевич ленинградским писателям на своём вечере в Доме печати 2 марта 1933 года. «Я тот самый Мандельштам, который был, есть и будет другом своих друзей, соратником своих соратников, современником Ахматовой». В первый период изничтожения вплоть до мая 1934 года к поэту применялись методы внеполитические и внелитературные. Применялись те же методы, что довели до самоубийства Маяковского в 1930-м. Шатия братья лефовцев, раповцев, Безыминских, Ставских, Павленок и Левичей, кого ещё убьёт, кого ещё прославит, какую выдумают ложь? Квартирный вопрос их испортил. Эти зрители-шакалы, свороупрашивающих Сталина закрыть постановку булгарковской пьесы во Мхате, писательская самодеятельность, поддержанная сверху, не просто собиралась на растерзание музык, но сама она уйскивала вежливых человечков Риана с отработкой своего места на книжной полке и в Президиуме писательских организаций и кусала, когда и куда могла. «Они ничего не могут поделать со мной, как с поэтом», – говорил Осип Мандельштам. «Они кусают меня за переводческую ляжку». Причину и следствие ясно определила Надежда Яковлевна Мандельштам. Есть люди, у которых каждое суждение связано с общим пониманием вещей. Это люди целостного мира понимания. А поэты принадлежат, по всей вероятности, именно к этой категории, различаясь только широтой и глубиной охвата. Не это ли свойство толкает их на самовыявление? И не оно ли служит мерилом подлинности поэта? Ведь есть же люди, которые пишут стихи не хуже поэтов, но что-то в их стихах не то. И это сразу ясно всем, но объяснить, в чем дело, невозможно. А разговоры о непризнании поэта современниками наивны. Поэта с первых шагов узнают и те, кто рад ему, и те, кого он бесит. А раздражает и бесит он многих. Это, очевидно, неизбежно. Даже Пастернак, так долго и умело избегавший стихийного бешенства не читателей, так умело и сознательно очаровывавший любого собеседника, не ушел под конец жизни от общей участи. Быть может, поэты вызывают эту ярость чувством своей правоты и примезной суждений. Примезна нашей речи не только пугач для детей, а примезна эта является следствием целостного миропонимания. Ведь всякий поэт – колебатель смысла, то есть он не пользуется с осуждениями формулами, которую в ходу у людей его эпохи, а извлекает мысль из своего миропонимания. Люди, пользующиеся приличными и общераспространенными формулами, не могут не обижаться, когда перед ними предстает мысль, сырая, неотработанная, с еще не стершимися углами. Не в таком ли смысле говорил Осип Мандельштам о сырьевой природе поэзии, о том, что она несравненно большее сырье, чем даже живая разговорная речь. Люди, чурающиеся этого сырья, говорят – а чем он лучше нас? Или – очень он обидчивый, подозрительный, заносчивый, вечно спорит, всех учит? Под эти погудки шла травля и Ахматовой, и Мандельштама, и Пастернак, и Маяковского, пока его не сделали государственным поэтом. Все это продолжали долго говорить даже о мертвом Гумилёве. Без этого не обойтись, как ни старайся. Но, когда производится пересмотр, люди, готовых формул, сразу забывают, что они говорили неделю назад, потому что старые формулы они сменили новыми. Нельзя только забывать, что кроме нечитателей, поэт всегда окружён друзьями, побеждают почему-то всегда они. Надежда Мандельштам. Воспоминания. 1 января 1924. Кто время целовал в измученное темя? Сыновьи нежностью потом он будет вспоминать, как спать ложилось время, сугроб пшеничный за окном. Кто веку поднимал болезненные веки, два сонных яблока больших? Он слышит вечно шум, когда взревели реки, времён обманных и глухих. Два сонных яблока у века властелина и глиняный прекрасный рот. Но к млеющей руке стареющего сына он, умирая, припадёт. Я знаю, с каждым днём слабеет жизни выдох, ещё немного оборвут простую песенку о глиняных обидах и губы оловом зальют. О, глиняная жизнь! О, умиранье века! Боюсь лишь тот поймёт тебя, в ком беспомощная улыбка человека, который потерял себя. Какая боль искать потерянное слово, больные веки поднимать и с известью в крови для племени чужого ночные травы собирать. Век, известковый слой в крови больного сына, твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь. И некуда бежать от века властелина, снег пахнет яблоком, как встарь. Мне хочется бежать от моего порога. Куда? На улице темно. И словно осыплют соль, мощённую дорогой, белеет совесть передо мной. По переулочкам, скворечням и застрехам. Недалеко, собравшись, как-нибудь я рядовой седок, укрывшись рыбьим мехом, всё силюсь полость застегнуть. Мелькает улица, другая, и яблоком хрустится о ней морозный звук. Не поддаётся петелька тугая, всё время валится из рук. Каким железным скобяным товаром ночь зимняя гремит по улицам Москвы, то мёрзлой рыбой устучит, то хлещет паром из чайных розовых, как серебром платвы. Москва. Опять Москва. Я говорю ей здравствуй, не обессудь, теперь уж не беда, по старине я принимаю братство мороза крепкого и щучьего суда. Пылает на снегу аптечная малина, и где-то щёлкнул Ундервуд спина из возчика и снег на полуаршина. Чего тебе ещё? Не тронут, не убьют. Зима красавица, и в звёздах небо козья рассыпалась, и молоком горит, и конским волосом омёрзлые полозья вся полость трётся, извинит. А переулочки коптили керосинкой, глотали снег, малину, лёд, всё шелушится им советской сонатинкой двадцатый, вспоминая год. Уже ли я предам позорному злословью? Вновь пахнет яблоком мороз, присягу чудную четвёртому сословью и клятвы крупные до слёз. Кого ещё убьёшь, кого ещё прославишь, какую выдумаешь ложь, то Ундервуда хрящ скорее вырви клавиш и щучью косточку найдёшь. И известковый слой в крови больного сына растает, и блаженный брызнет смех, но пишущих машин простая сонатина лишь тень сонат могучих тех. 1924-1937 В тени сонат могучих тех, гуляя по безлюдным окраинам города под скрип ломовых извозящих телег, прочёл Осип Эмилевич шестнадцать строк про кремлёвского горца. Было это в районе Тверских-Ямских, и прервать его не представлялось возможным. Выслушав, собеседник сказал ему, «То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу принимать участие. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу вас не читать их никому другому». Заметки о пересечении биографии Осипа Мандельштама и Бориса Пастернакова Не внял Осип Эмилевич предупреждению и продолжал читать старым знакомым. Кто-то шарахался, паниковал, кто-то из неслучайных слушателей писал донос. Не предвидеть этого исхода поэт не мог, поэтому сам шел по краю. Утром неожиданно ко мне пришла Надя, можно сказать, влетела, а она заговорила отрывисто. Осип сочинил очень резкое стихотворение. Его нельзя записать. Никто, кроме меня, его не знает. Нужно, чтобы ещё кто-нибудь его запомнил. Это будете вы. Мы умрём, а вы передадите его потом людям. Осип прочтёт его вам, а потом вы выучите его наизусть со мной, пока никто не должен об этом знать, особенно Лёва. Надя была очень взвинчена. Мы тотчас пошли в Нащёкинский. Надя оставила меня наедине с Осипом Эмильевичем в большой комнате. Он прочёл. «Мы живём под собою, не чуя страны». И так далее. Всё до конца. Теперь эта эпиграмма на Сталина известна. Но, прочитав заключительное двустишее, что ни казнь у него, то малина, и широкая грудь осетина, он скричал. «Нет, нет, это плохой конец. В нём есть что-то цветаевское. Я его отменяю. Будет держаться и без него». И он снова прочёл всё стихотворение, закончив с величайшим воодушевлением. «Как подковы дарит за указом указ, кому в лоб, кому в пах, кому в брось, кому в глаз». «Это комсомольцы будут петь на улицах», – подхватил он сам себя ликующе. «В большом театре, на съездах, со всех ярусов». И он зашагал по комнате. Обдав меня своим прямым огненным взглядом, он остановился. «Смотрите никому. Если дойдёт, меня могут прострелять». Эмма Герштейн. Мемуар Мы живём, под собою не чуя страны. Наши речи за десять шагов не слышны. А где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлёвского горца. Его толстые пальцы, как черви жирны, и слова, как пудовые гири верны. Таракани смеются усища, и сияют его голенища. А вокруг него сброд танкашей и хваждей. Он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычит, он один лишь бабачит и тычет. Как подкову кудёт за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз, что не казнь у него, то малина и широкая грудь. Осетина. Ноябрь 1933-го. В конце века другой горец, писатель и поэт Фазиль Искандер логику отношения власти к акту самоубийства и сравнительно лёгкое наказание за стихи о Сталине , объяснил убедительно, прежде всего и главным образом тем, что стихи эти Сталину понравились. Такое мнение только кажется парадоксальным. Ужас перед обликом тирана, нарисованный поэтом, как бы скрывает от нас более глубокий, подсознательный смысл стихотворения. Сталин – неодолимая сила. Сам Сталин, естественно, необычайно чуткий к вопросу о прочности своей власти, именно это почувствовал в первую очередь. Наши речи за десять шагов не слышны. Конец. Кранты. Теперь, что бы ни произошло, никто не услышит. А слова, как тяжёлые гири верны. Идёт жатва смерти. Мрачная ирония никак не перекрывает убедительность оружия. Если дело дошло до этого – гири верны. Он играет услугами полулюдей. Так это он играет, а не им играют. Троцкий или Бухарин – так должен был воспринимать Сталин. И, наконец, последние две строчки. Что ни казнь у него, то малина и широкая грудь осетина. Последняя строчка кажется слишком неожиданной, даже по-детски неумелой. Причём тут осетин. Но это только на первый взгляд. На самом деле двоякое содержание стихотворения, ужас и неодолимая сила, окончательно выплеснулось в последней строке. Широкая грудь – это неодолимая победная сила, уже заслонившая горизонт. Осетина как бы выкрикивается, поэт как бы чувствует, что на этом слове в него выстрелят. Нация, конечно, тут ни при чём. Срывается маска самозванства. В этом разоблачительная энергия последнего слова. Отчаяние. И какая-то детскость, конечно. Словно красная шапочка уже из пасти волка кричит – «Ты не бабушка?» Думаю, что Сталину в целом это стихотворение должно было понравиться. А кем его будут считать? Осетином или грузином? Его вообще не очень волновало, я думаю. Тогда стихотворение выражало ужас и неодолимую силу Сталина. Именно это он внушал и хотел внушить стране. Стихотворение доказывало, что цель достигается и это принято, но… Публиковать его, конечно, нельзя. Оставить без внимания тоже. В НКВД о нём знают. Егода возмущался, но читал наизусть. Много на себя берёт. Оставить стихи без внимания кое-кто поймёт, как слабость Сталина. Нельзя. Вот если Мандельштам в будущем напишет стихотворение о Сталине, внушающее ужас перед неодолимой силой Сталина, но написанное нашим, приличным, революционным веком. Посмотрим. Отсюда, я думаю, резолюция. Изолировать, но сохранить. Сравнительно мирная первая ссылка. Думаю, позже он о нём вообще забыл. Тем более, что цель была достигнута полностью. Страна после тридцать седьмого года оцепенела даже с избытком. Чтобы слегка растормошить её, пришлось некоторое количество осуждённых выпустить и, наоборот, расстрелять Ежова. Тоже много на себя брал. Фазиль Искандер, поэт и царин. Как землю где-нибудь небесный камень будет, Упал опальный стих незнающий Отца, Неумолимая находка для Творца, Не может быть другим, Никто его не судит. 20 января 1937. В 1934 Осип Мандельштам был арестован и выслан сначала в Чердынь на Каме, а после чудодейственного пересмотра дела они с супругой выбрали местом поселения Воронеж. «Дело по нашим условиям было совершенно реальным. Материалов хватило бы на десять процессов, и поэтому измышлять что-нибудь дополнительное не имело никакого смысла». Надежда Мандельштам. Заблаженное бессмысленное слово «Я в ночи советской помолюсь». Павленко рассказывал, что у Мандельштама во время допроса был жалкий и растерянный вид. Брюки падали, он все за них хватался, отвечал не в попад, ни одного четкого и ясного ответа, порол чушь, волновался, вертелся, как карась на сковороде и тому подобное. Общественное мнение всегда подвергалось у нас обработке против слабого в пользу сильного. Но то, что сделал Павленко, превосходит все. Никакой булгарин на это бы не осмелился. Кроме того, в кругу официальной литературы, которому принадлежал Павленко, совершенно забыли, что единственное, в чем можно обвинять заключенного, это вдача ложных показаний в угоду начальству и для спасения своей шкуры, но во всяком случае не в растерянности и страхе. Почему мы должны быть такими храбрыми, чтобы выдерживать все ужасы тюрем и лагерей 20 века? С песнями валиться во рвы и общие могилы? Смело задыхаться в газовых камерах? Улыбаясь путешествовать в телячьих вагонах? Вести салонные разговоры со следователями о роли страха в поэтическом творчестве? Или выявлять импульс к сочинению стихов, написанных в состоянии ярости и негодования? А тот страх, который сопровождает сочинение стихов, ничего общего со страхом перед тайной полицией не имеет. Когда появляется примитивный страх перед насилием, уничтожением и террором, исчезает другой таинственный страх перед самим бытием. Об этом часто говорил Осип Мандельштам. С революцией у нас на глазах пролившей потоки крови тот страх исчез. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Разрывы круглых мухт, и хрящ, и синева, и парус медленный, что облаком продолжен, я с вами разлучен, вас оценив едва, длинней органных фуг, горька морей крова, ложноволосая и пахнет долгой ложью. Железной нежностью хмелеет голова, и ржавчина чуть-чуть от логи берег гложет. Что ж мне под голову другой песок подложил? Ты горловой Урал, плечистая Поволжья или этот ровный край, вот все мои права, и полной грудью их вдыхать еще я должен. 8 февраля 1937 Воронеж Таинственный страх, который сопровождает сочинение стихов, не страх, скорее благоговение перед бытием, во всем противоположное ужасу небытия, разверзаемого внезапно в пустоте тараканье гласных читателей, слушателей случайных из подворотников. «Участок – великая вещь, это место свидания меня и государства», – говорил Велимир Хлебников. С некоторых пор Осипу Мандельштаму все чаще приходилось вспоминать присказки «Будетлян». Первый вопрос задан исследователям. Как вы думаете, почему вас арестовали? После уклончивого ответа следователь предложил припомнить стихи, которые могли вызвать арест. Осип Мандельштам последовательно прочел «Волка», «Старый Крым» и «Квартиру». Он еще надеялся, что этим удовольствуются, любого из этих стихотворений было бы достаточно, чтобы отправить автора благи. Следователь не знал ни «Старого Крыма», ни «Квартиры», и тут же их записал. Квартиру Осип Мандельштам сообщил без восьми строчек. «Наглей комсомольской ячейки и вузовской песни наглей, присевших на школьной скамейке, учить щебетать палачей. Пайковые книги читаю, пеньковые речи ловлю, И грозное баюшки баю, колхозному баю пою». И в этом виде она оказалась в списках Тарасенкова. Затем следователь вынул из папки листок, дал описание стихов о Сталине и зачитал ряд строк. Осип Мандельштам признал авторство. Следователь потребовал, чтобы Осип Мандельштам прочёл стихи. Выслушав, он заметил, что первая строфа в его списке звучит иначе, и прочёл свой вариант. «Мы живём под собою, не чуя страны, Наши речи за десять шагов не слышны, Только слышно кремлёвского горца, душегубца и мужикоборца». Осип Мандельштам объяснил, что такой был первый вариант. После этого Осипу Мандельштаму пришлось записать стихи, и следователь положил автограф в папку. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Старый Крым. Холодная весна, голодный старый Крым. Как был при Врангеле такой же виноватый. Овчарки на дворе, на рубящах заплаты, Такой же серенький, кусающийся дым. Всё так же хороша, рассеянная даль, Деревья почками набухшие на малость, Стоят, как пришлые, и возбуждает жалость Вчерашней глупостью украшенных миндалей. Природа своего не узнаёт лица, А те не страшные Украины, Кубани, Как в туфлях войлочных голодные крестьяне, Калитку стерегут, не трогая кольца. Май 1933. Старый Крым. В одной из ночей после ареста поэта, Борису Пастернаку позвонили из Кремля. Горец интересовался, Насколько крупный поэт этот Мандельштам. И если это его друг, Почему же он не бросился заступаться за него В писательскую организацию? Писательские организации этим не занимаются с 1927 года, Отвечал Борис Леонидович, Не зная, осведомлён ли Сталин о том, Что ему тоже довелось слышать, Мы живём под собой и не чуя страны. Ведь если слышал, обязан был донести. Вопрос звучал бы тогда таким образом, Кто твой настоящий друг? Возь народов или этот тоскующий по мировой культуре? И выходя из берегов, Деревья бражники шумели. Заступников двадцатых годов у намада и акмеиста, Помнящего ночное солнце северной столицы, Более не осталось. Любимец партии Николай Иванович Бухарин, Услышав сочинённое Осипом Монтештамом про кремлёвского горца Непосредственно от главы НКВД Генриха Е. Годы, Тот читал по памяти и не без тайного самолюбования. Двери своего кабинета закрыл перед поэтом навсегда. Он и сам теперь стоял на краю ямы русскому империализму, Которую рыл с соратниками с 1902 года. Осип Мандельштам как-то пожаловался ему, Потому что в одном учреждении Зифи Не чувствуется здорового советского духа. – А какой дух в других учреждениях? – спросил Николай Иванович. – Как из хорошей помойной ямы. Смердит. – Вы не знаете, как у нас умеют травить, – В другой раз сказал ему Осип Мандельштам. – Это мы-то не знаем, – ахнул Николай Иванович И вместе со своим секретарём и другом Цетлиным расхохотался. Основное правило эпохи – Не замечать реальности. Деятелям полагалось оперировать только категории желательного. И взобравшись на башню из слоновой кости – это они сидели в ней, а не мы – Благосклонно взирать оттуда на копошение человеческих масс. Человек, знавший, что из кирпичей будущего Не построишь настоящего, Заранее мирился с неизбежным концом И не зарекался от расстрелов. А что ему, собственно, оставалось сделать? Все мы были готовы к такому концу. Осип Мандельштам, прощаясь с Анной Андреевной, Зимой 37-38 года сказал, «Я готов к смерти». Эту фразу в различных вариантах я слышал от десятков людей. «Я готов ко всему», – сказал мне Эренбург, прощаясь в переднем. Это была эпоха дела врачей и борьбы с космополитизмом, И его черед надвигался. Эпоха следовала за эпохой, А мы всегда были готовы ко всему. Надежда Мандельштам. Воспоминания. В Петербурге мы сойдемся снова, Словно солнце мы похоронили в нем, И блаженное, бессмысленное слово В первый раз произнесем. В черном бархате советской ночи, В бархате всемирной пустоты Все поют блаженных жен родные очи, Все цветут бессмертные цветы. Дикой кошкой горбится столица, На мосту патруль стоит, Только злой мотор во мгле промчится И кукушкой прокричит. Мне не надо пропуска ночного, Часовых я не боюсь, Заблаженное, бессмысленное слово Я в ночи советской помолюсь. Слышу легкий театральный шорох И девическое «Ах!» И бессмертных роз огромный ворох У киприды на руках. У костра мы греемся от скуки, Может быть, века пройдут, И блаженных жен родные руки Легкий пепел соберут. Где-то грядки красные портера, Пышно взбитый шифоньерке ложь, Заводная кукла офицера, Не для чёрных душ и низменных святош. Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи, В чёрном бархате всемирной пустоты, Всё поют блаженных жён крутые плечи, А ночного солнца не заметишь ты. 25 ноября 1920-го. Аполлон Аполлонович Аблеухов, Киров, Бухарин, Средина жизненных странств И носителей бриллиантовых знаков. От Петербурга Андрея Белого До Ленинграда Осипа Мандельштама. Как мальчишка за взрослыми В морщинистую воду, Я, кажется, в грядущее вхожу, И, кажется, его я не увижу. Осип Мандельштейн. Планомерность и симметрия Успокоили нервы сенатора, Возбуждённые и неровностью жизни домашней И беспомощным кругом вращения Нашего государственного колеса. Гармонической простотой Отличались его вкусы. Более всего он любил прямолинейный проспект. Этот проспект напоминал ему О течении времени между двух жизненных точек И ещё об одном. Иные все города представляют собой Деревянную кучу домишек, И разительно от них всех отличается Петербург. Мокрый скользкий проспект. Там дома сливались кубами В планомерный пятиэтажный ряд. Этот ряд отличался от линии Жизненной лишь в одном отношении. Не было у этого ряда Ни конца, ни начала. Здесь средина жизненных странств И носителя бриллиантовых знаков Оказалась для скольких сановников Окончанием жизненного пути. Андрей Белый. Петербург. Благодаря Бухарину Осип Мандельштам воочию увидел Первое проявление нового, Которое возникало на наших глазах И узнал раньше многих, откуда ждать угрозы. В 22 году Осип Мандельштам хлопотал За своего арестованного брата Евгения. Тогда-то он в первый раз обратился к Бухарину. Мы пришли к нему в метрополь. Николай Иванович немедленно позвонил к Зержинскому И попросил принять Осипа Мандельштама. Свидание состоялось на следующее утро. Осип Мандельштам вторично вошел в учреждение, Которому Блюмкин предсказал такую великую будущность, И мог сравнить период революционного террора И эпоху зарождавшейся государственности нового типа. Зержинский еще не отступился от старого стиля. Он принял Осипа Мандельштама запросто И предложил взять брата на поруки. Это предложение, правда, было подсказано Бухариным. Сняв телефонную трубку, Зержинский тут же дал соответствующее распоряжение следователю. На следующее утро Осип Мандельштам отправился к следователю И вышел оттуда полный впечатлений. Следователь был в форме при оружии с телохранителями. Распоряжение получено, сообщил он. Но брата вам на поруки мы не отдадим. Причина отказа. Нам неудобно будет вас арестовать, Если ваш брат совершит новое преступление. Из этого явствовало, Что какое-то преступление уже было совершено. Новое преступление, – сказал вернувшись домой Осип Мандельштам. – Из чего они его сделали? Доверчивости у нас не было никакой. И мы испугались, что Евгению Емельевичу Собирались что-то пришить. Нам пришло в голову, что свое телефонное распоряжение Дзержинский отдал таким тоном, Который не обязывал следователя ровно ни к чему. Форма отказа еще звучала вполне любезно. Вас, мол, не арестуем, но общий тон, Вся эта помпа с вооруженной охраной, Таинственности запугиваний, Совершит новое преступление, Все это звучало уже по-новому. Силы, вызванные к жизни старшим поколением, Выходили из предначертанных им границ. Так созревало наше будущее, Отнюдь не похожее на террор первых дней революции. Даже фразеология вырабатывалась новая, Государственная. Как не страшен террор первых дней, Его нельзя сравнить с планомерным Массовым уничтожением, Которому мощное государство нового типа Подвергает своих подданных Согласно законам, инструкциям, Распоряжениям и разъяснениям, Исходящим от коллегий, секретариатов, Особых совещаний и просто сверху. Узнав от Осипа Мандельштама о приеме у следователя, Бухарин взбесился. Реакция была настолько бурной, Что мы поразились. А через два дня он приехал к нам сообщить, Что никакого преступления, Ни старого, ни нового нет, И Евгений Емельевич будет выпущен через два дня. Эти добавочные дни понадобились Для завершения оформления дела О несовершенном преступлении. Как объяснить реакцию Бухарина? Ведь и он был сторонником террора, С чего бы тут кипятиться? Взяли мальчишку для остраски студентов, Даже расстрел ему не грозил, Самое рядовое дело. Что же случилось с Николаем Ивановичем? Не почуял ли он новое, Надвигавшееся и угрожавшее всем нам? Не вспомнил ли он гетовскую метлу, Таскавшую воду по приказу ученика-чародея? Не успел ли он уже сообразить, Что ему и его соратникам Уже не удастся остановить разбуженные ими силы, Как не мог остановить метлу бедный ученик-чародея? Нет, скорее всего, Николай Иванович просто возмутился, Что какой-то паршивый следователь Сунул нос не в свое дело И не выполнил распоряжение старших По иерархической лестнице. Надежда Мандельштам Воспоминания Квартира тиха, как бумага, Пустая, без всяких затей, И слышно, как булькает влага По трубам внутри батарей. Имущество в полном порядке, Лягушкой застыл телефон, Видавшие виды монатки На улицу просятся вон. А стены проклятые тонкие, И некуда больше бежать, А я, как дурак на гребенке, Обязан кому-то играть, Наглей комсомольской ячейки И вузовской песни байчей, Присевших на школьной скамейке Учить щебетать палачей. Байковые книги читаю, Пеньковые речи ловлю, И грозные баюшки баю, Колхозному баю пою. Какой-нибудь изобразитель, Чесатель колхозного дна, Чернила и крови смеситель, Достоин такого рожна. Какой-нибудь честный предатель, Проваренный в чистках, как соль, Жены и детей содержатель, Такую ухлопает мой. И столько мучительной злости Таит в себе каждый намек, Как будто вколачивал гвозди, Некрасова здесь молоток. Давай же с тобой, как на плахе, За семьдесят лет начинать, Тебе, старику и неряхи, Пора сапогами стучать. И вместо ключа и покрены До внешнего страха струя Ворвётся в халтурные стены Московского злого жилья. Ноябрь 1933. Москва. Фурманов переулок. – Почему ты думаешь, Что должна быть счастливой? – Сказал он жене. – Вам нужна свобода, А мне – не свобода, – Бросил ему Пастернак, Но всё равно положил жизнь, Переходя поле. В некоторых отношениях Осип Мандельштам и Пастернак Были антиподами. Но антиподы помещаются В противостоящих точках Одного пространства. Их можно соединить линии. У них есть общие черты и определения. Они сосуществуют. Ни один из них не мог бы быть Антиподом, скажем, Федина, Ашанина или Благова. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Тот не любит города, Кто не ценит его рубище, Его скромных и жалких адресов, Кто не задыхался на чёрных лестницах, Путаясь в жестянках, Под мяуканье кошек, Кто не заглядывался в каторжном дворе Кутемаса на занозу в Лазуви, На живую животную прелесть Аэроплана. Тот не любит города, Кто не знает его мелких привычек, Например, когда пролётка взбирается На горб Камергерского. Обязательно, покуда лошадь идёт шагом, За вами следуют нищие продавцы цветов. Осип Мандельштам. Холодное лето. Осип Мандельштам, Выслушав подробный отчёт, Остался вполне доволен Пастернаком, Особенно его фразой В писательских организациях, Которые этим не занимаются с 27 года. Дал точную справку, Смеялся он. Он был недоволен самим фактом разговора. Зачем запутали Пастернака? Я сам должен выпутываться. Он здесь ни при чём. И ещё. Он совершенно прав, Что дело не в мастерстве. Почему Сталин так боится мастерства? Это у него вроде суеверия. Думает, что мы можем на шамане. И наконец. А стишки верно произвели впечатление, Если он так раструбил про пересмотр. Кстати, Неизвестно, чем бы кончилось, Если бы Пастернак запел Соловьём о мастерстве и мастерах. Может, прикончили бы Осипа Мандельштама, Как Михоэлса. Уж во всяком случае, Приняли бы более жёсткие меры, Чтоб уничтожить рукописи. Я уверен, что они уцелели только Благодаря постоянной брани Лефовских и символистических современников. Бывший поэт, Бывший эстет, Бывшие стихи, Считая, что Осип Мандельштама Уже уничтожен и растоптом. Что он, как говорили, Уже вчерашний день. Начальство не стало искать рукописи И затаптывать следы. Они просто сожгли то, Что им попалось в руки, И вполне этим удовольствовались. Будь они более высокого мнения О поэтическом наследстве Мандельштама, Ни меня, ни стихов не осталось бы. Когда-то это называлось Развеять прах по ветру. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Возьми на радость из моих ладоней Немного солнца и немного мёда, Как нам велели пчёлы-персифоны. Не отвязать неприкреплённые лодки, Не услыхать в меха обутой тени, Не превозмочь в дремучей жизни страха. Нам остаются только поцелуи, Мохнатые, как маленькие пчёлы, Что умирают, вылетев из улья. Они шуршат в прозрачных дебрях ночи, Их родина – дремучий лес тайгета, Их пища – время, медуница, мята. Возьми ж на радость дикий мой подарок – Невзрачное сухое ожерелье из мёртвых пчёл, Мёд, превративших в солнце. Ноябрь 1920-го. По возвращении из Воронежа прописаться В своей кооперативной квартире в Москве Мандельштаму не разрешили. Не разрешили и его супруги. Надежда Яковлевна потеряла прописку, Последовав за ним в черды. Чем не доля декабристской жены? Но те хотя бы не знали угрозы Быть арестованными в любой момент. Единственными неизменными спутниками были стихи. Мы не знали, что стихи такие живучие, – Удивлялась впоследствии Анна Ахматова. – Стихи совсем не то, что мы думали в молодости. Жил он переводом какого-то бесконечного эпоса, – Рассказывала Надежда Мандельштам об одном из Репрессированных советских поэтов. Жил Осип Эмильевич до того странно, до того нелепо, что порой мы говорили, Горосина разводя руками, – ох, у него не все дома, – И стучали при этом указательным пальцем по лбу. Как-то где-то Алексей Николаевич Толстой обронил о нем что-то обидное и не слишком справедливое. Разумеется, добрые друзья это немедленно передали Мандельштаму, как полагается, сильно преувеличив. Примерно через неделю, случайно встретив Толстого, кажется, в доме Герцена, Осип Эмильевич подошел к своему обидчику, величаво встал на цыпочки и двумя пальцами правой руки едва-едва коснулся его щеки, после чего пропел торжественно. – Считайте, сударь, что я дал вам пощечину. Толстой ничего не понял. По его словам, эта пощечина напоминала нежную женскую ласку или прикосновение бархатной лапки котенка, спрятавшего хоготки. А Осип Эмильевич искренне был поражен, как это Толстой не вызывает его на поединок, хотя бы на рапирах, которые наш прирожденный дуэлянт своевременно раздобыл в бутафорской камерного театра. Ожидая секундантов, Мандельштам рьяно тренировался, фехтуя со своей ржеволосой подругой. Она была поразительна ему под пару, сочетая в себе парение в эмпиреях с виртуозностью практической мысли. В самом деле не могла же она лишить своего великого поэта чашки крепкого черного кофе с четырьмя кусочками пиленого сахара. Умоляю вас, одолжите нам до завтра несколько рублей, ведь мы осенька без турецкого кофе. И глаза ее наполнялись слезами. Так драматически обращалась она к тем, кто был настолько богат, что мог выложить купюрку, прекрасно зная, что она без отдачи. И замечательный поэт писал «Спасибо тебе, ржеволосая подруга Осипа Емельевича». Описал он все лучше, лучше и лучше. Мне на плечи кидается век волкода. Но не волк я по крови своей. Осип Емельевич все предугадал. Сталин, конечно, и ему кинулся на плечи. Век волкода – это был он. Кинулся, загрыз и замучил до смерти. В ссылках, в концлагерях и каторжных тюрьм. Анатолий Мариенгов – это вам, потомки. Я в львиный ров и в крепость погружён, И опускаюсь ниже, ниже, ниже Под этих звуков ливень дрожжевой, Сильнее льва, мощнее пятикнижья. Как близко, близко твой подходит зов До заповедей, роды и первины, Океанийских низко жемчугов И тайтянок кроткие корзины. Карающего пенья матери, Густого голоса низинами надвинься, Богатых дочерей дикарско-сладкий Лик не стоит твоего про матери, низинца. Неограничена ещё моя пора, И я сопровождал восторг вселенский, Как вполголосная органная игра Сопровождает голос женский. 12 февраля 1937 Воронеж Кочевниками супруги скитались По городам и весям, Ненадолго возвращаясь в столицу, Чтобы получить денежную помощь от друзей, Не отрекшихся после ареста И имевших смелость на интегральные ходы В деле спасения жизни поэта Шкловского, Ишневского, Катаева, Эренбурга, Стенча И немногих других, чьё содействие Зачастую оказывалось через Родственников и общих знакомых. Шёл 1937 год. Москва, как всегда, к июле опустела, Поэтому никаких планов спасения мы не строили, А просто думали, как бы продержаться до осени. Это тогда Осип Мандельштам заявил, Надо менять профессию, Теперь мы нищие. И он предложил ехать в Ленинград. Надежда Мандельштам Воспоминания Ленинград Я вернулся в мой город, Знакомый до слёз, До прожилок, До детских припухлых желёз. Ты вернулся сюда, Так глотай же скорее рыбий жир Ленинградских речных фонарей, Узнавай же скорее декабрьский денёк, Где зловещему дёптю подмешан желток. Петербург! Я ещё не хочу умирать, У тебя телефонов моих номера. Петербург! У меня ещё есть адреса, По которым найду мертвецов голоса. Я на лестнице чёрной живу, И висок ударяет мне Вырванный с мясом звонок. И всю ночь напролёт Жду гостей дорогих, Шевеля кандалами цепочек дверных. Декабрь 1930. Ленинград Продолжение следует... Продолжение следует...